Данилу Вахитовну в этой аптеке уже узнают. Каждую неделю она приходит сюда за лекарством для сына, который после автокатастрофы стал инвалидом. Но сегодня ничего нового женщина не услышала. В течение полугода уже не получаем памперсы, хотя положено по государственному обеспечению. И с лекарствами проблема возникает. В частности, в последнее время, два месяца, я не могу получить карбомазифин, который ему необходимо ежедневно принимать. Даже небольшой сбой в приеме лекарств для тех, кто от них зависит, может привести к непоправимым последствиям. Так, из-за перебоя с препаратами сын Даниила Вахитовны оказался в больнице. По словам матери, на днях ее сына госпитализировали в МКДЦ. Из-за отсутствия лекарств у него участились приступы эпилепсии. В данный момент мужчина проходит обследование в отделении неврологии. О проблемах с обеспечением льготников лекарственными препаратами месяц назад говорили и онкобольные, которые были вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свой счет. Стопор в том, что таблеток нет. За деньги, пожалуйста. Деньги 18-16 тысяч таблетки стоят. Но ведь мне не есть столько таблеток надо. Нам еще надо гептралы пить, эссенциалы пить. Они все по две тысячи тоже. Таблетки дорогие. Как заявили сегодня в управлении фармации, никаких проблем с поставками лекарств в республике нет. А в аптеке, куда Даниила Вахитовна сегодня ходила с нашей съемочной группой, выждав время, и вовсе заявили, что проблему женщина придумала сама. А днем фармацевт просто ошиблась. Пациенты на оборудовании заряды регулярно обеспечиваются препаратами по выпечным рецептам. И перебыв, но обеспечение лекарственными препаратами по программе льготного лекарственного обеспечения для минимумов нет. Эльвира Шарафиева, Игульни Замудинова, Роман Фенин, Эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале Эфир.